Впервые за последние несколько десятилетий на Владивосток обрушился ураган с порывами ветра около 40 метров в секунду. Его вызвал тропический тайфун Майсак, из-за которого в Приморье объявили штормовое предупреждение. Более 70 населенных пунктов с общим населением около 150 тысяч человек оказались без света из-за обрыва Флэб. Наиболее сложная ситуация остается в Хасанском-Шкотовском районах Фокина. На полное устранение аварии может уйти несколько дней. Энергетики сразу же сгруппировались в бригады. Более 350 бригад вышло на устранение неполадков, несмотря на то, что ураганные порывы ветра достигали 40-42 метров в секунду. И множественные порывы на линиях электропередач и риски, соответственно, были высокие для ликвидации этих последствий. Под властью тайфуна оказались юго-западные, западные районы и южное побережье края. Во Владивостоке отголосок тайфуна Майсак повалил рекламные щиты и более 300 деревьев. Деревья падали во дворах, на парковке, а также на дороге. Не повезло десяткам автовладельцев. Иногда деревья падали на проезжую часть. От ураганного ветра также пострадали крыши зданий. У 47 домов сорвана кровля. В соцсетях жители делились видео, на которых зафиксированы повреждения кровель-крыш в Первореченском, Первомайском и Ленинском районах. О-о-о! Какой ужас! На авторынке зеленый угол сорванная крыша повредила несколько автомобилей. Пострадали и простые прохожие. Затопило главный порт Дальнего Востока. Рабочие гавани в находке оказались по колено в воде. А в бухте Улис ветром унесло плавучий док, который в итоге снес несколько катеров. На Золотом мосту сдуло большегрузный автомобиль. Также столкнулись две фуры. У одной из них сорвало контейнер. Движение было закрыто. Из-за неблагоприятных погодных условий было нарушено движение и на федеральных трассах. Менее чем за сутки в медучреждение края обратились 55 человек с различными травмами. В основном это ушибы конечностей и народные тела в переднем отделе глаза. Зафиксирован один случай со смертельным исходом. В деревне Лукьянов Кашкотовского района на мужчину упало дерево. Добавим согласно прогнозам, Майсак один из самых мощных тайфунов, которые обрушивались на нашу страну за последние годы. Дмитрий Беломеснов, Игорь Болтов, Денис Фадеев. Новости на восьмом.